В Кремле пробуют реализовать крайне опасный сценарий – пересмотр морских границ в Балтийском море. Для чего так называемая Минобороны РФ подало предложение задекларировать новые границы? Конечно в Москве придумали целый ряд формальных объяснений, включая то, что текущие границы не соответствуют современной географической обстановке. С одной стороны это попытка избежать закрытия Балтийского моря, которое может реализоваться Эстонией путем ведения прилегающей к своему 12-мильному территориальному морю. Дело в том, что сейчас в Финском заливе существуют нейтральные воды, к которым имеет доступ Россия. Но их ликвидация позволит установить режим контроля над российскими военными кораблями и гражданскими судами, и даже проводить их обыски. Поэтому в предложении Минобороны РФ указан пересмотр границ, точнее объявлением своими водами восточных частей Финского залива. А это означает возможные территориальные претензии не только Эстонии, но и Финляндии. Но кроме этого, новые границы хотят нарисовать в районе городов Балтийск и Зеленоградск. Оба в Калининградской области. И следует учитывать, что это уже о попытках изменить границу рядом с Польшей. В то же время как именно в России хотят изменить границы, неизвестно. Пока официального текста предложения с определенными координатами не существует. И стоит отметить, что эта инициатива проводится по линии российского правительства, которая может просто принять соответствующее постановление. И ситуация с этим вполне возможным провозглашением путинской России и своих новых границ пока напоминает крайне угрожающий сценарий. Во-первых, речь идет о пересмотре границ со странами НАТО, которые уже очень давно считаются наиболее вероятными мишенями атаки РФ. Потому что это все о намерении аннексировать страны Балтии и Сувальский коридор в Калининград. Во-вторых, срок, когда эти новые границы должны в случае принятия постановления, вступить в силу. Январь 2025 года. И именно зима 2024-2025 года считается по мнению западных аналитиков, крайне угрожающим временем, когда вероятность российской агрессии против европейского сегмента НАТО – максимальная. В частности, еще в декабре 2023 года появились обоснованные предположения, что Кремль может решиться на атаку ЕС именно через год. Потому что в ноябре 2024 года в США должны состояться выборы. А инаугурация традиционно назначается на 20 января. Более того, позиция Трампа относительно участия в НАТО и выполнения своих обязательств как члена Альянса уже стала крайне опасным звоночком, который хорошо услышали в ЕС. А кроме того, это является чуть ли не приглашением для Кремля. И на фоне этого можно предположить, что сценарий, который сейчас прорабатывают в Кремле, довольно линейный и основан на традиционной тактике продавливания и постепенного наращивания эскалации. В частности, пока Вашингтон этой зимой будет сфокусирован на собственных политических аспектах, РФ объявляет свои новые границы, которые хоть и влияют, но не критично, на границы других стран НАТО. После чего, Кремль проводит замер реакции. И скорее всего он снова услышит глубокое беспокойство. Потому что понимает, что вряд ли в ЕС будут готовы к активным действиям ради нескольких метров в море, особенно без гарантии помощи США. После этого Кремль активизирует свое присутствие на собственноручно нарисованных рубежах и закрепляет их за собой де-факто. А получив такой маркер реальной готовности НАТО, в Кремле уже будут значительно увереннее смотреть на свои планы в отношении стран Балтии.